МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомелюстуды и працуе Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Пришел час выбирать. У регионе за два дни детерминового голосования в ШАСКе наведали амаль 12,5% выборщиков. С прицелом на взаимовыгодное супрацовництво старшиня Гомельского облаканкама Геннадь Соловей наведал буйнейшее в регионе приватное предприемство ДЛКОМ-40. Нихто не забытый. Сегодня в Ветковском районе отбылся жалобный митинг и церемония перепохования останков воинов-червоноармейцев. А зараз об этом иншим больше подробно. Старшиня Гомельского облаканкама сегодня наведал буйнейшее в регионе приватное предприемство ДЛКОМ-40. Геннадь Соловей ознайомился с вытворчостью, а так само по Гутеру с кировництвом компании. ДЛКОМ-40 – шатвертое и самое молодое предприемство польской группы компании КОМ-40. Гомельский завод просует только два годы. Тут вырабляют меблю и комплектующие для сусветно-вядомого гиганта. Зараз тут просует больше за 1200 человек. Поча с встречи с Геннадьем Соловьем, засновальник компании «Богден Качмарак» означает, что сирот претендентов на размешание новой вытворчости были так само Украина и Молдова. Выгодное географичное размешание, доступ до рынка ЕАЭС, так само наявность сыровины и квалификованного персоналу сыграли на корысть Беларуси. Поча с встречи шла размова о перспективах развития предприемства. Польский инвестор готовый укладывать гроши и поширать вытворчость. Геннадь Соловьев означает, что такие намеры витая и мясовые улады готовы оказать необходимую поддержку. Дарыши конкретные планы по развитию ДЛКОМ-40 на ближайшие годы уже есть. Первый – продуглеживое будильничество властного лесопильного комплекса, другие – альтернативных крыльниц энергии. Есть обязательство к 2030 году сделать всех поставщиков ИКЕ энергетически независимым. То есть ту электроэнергию, которую они потребляют, они бы сами вырабатывали, но вырабатывали не просто, а из возобновляемых источников энергии. Просматриваем проект и анализируем возможность использования крыши, кровли наших производственных помещений, альтернативных помещений под размещение там солнечных батарей, что нам позволит обеспечить себя электроэнергией, зеленой электроэнергией и не только, скажем так, обезопасить наши производства с энергетической точки зрения, но и идти в одном русле с развитием всей планеты. В Беларуси протягивается дотерминовое голосование на выборах депутатов Палаты представников национального схода. За два дни на ушастки пришли 11,5% беларусов, которые имеют право голоса. Гомельская область в лику лидеров свой выбор зарабили амаль 12,5%. Загадя, на выборчий участок пришел гомельский гимнасток Рабат Артур Беляков. Причина простая, у спортсмена в отпуск и он отправляется на долгочаканный отпочинок. Золото других европейских гульнях, сереброэтапу Кубка света и чемпионату Европы. Этот сезон у Артура отримался непростым, насыщенным на споборнство и вельми выниковым. 26-годовый спортсмен признается, с узростом пришло разумение. Голосование на выборах – громадский обовязок, яким нельзя грыбовать. Это гражданский долг каждого. Я вообще считаю, что если человек не голосует, то он вообще не имеет права критиковать власть. То есть это инструмент управления народом и это необходимость. Ну, гражданский долг каждого человека. Правом детерминового голосования скорыстався так само Вячеслав Макаранка, заслуженный майстер спорта Республики Беларусь по греко-рымской бородьбе, бронзовый призер олимпийских гульнях у Афинах. А зараз Вячеслав выступает уже у якости тренера, займается с молодым поколением борцов. Работают не так давно успехи. Пока олимпийских чемпионов нет и призеров. Еще раз тут будут. На выборчий участок Вячеслав завитал как раз между тренировками. На такую важную подею говорить, у любым, навод самым насыщенным графику можно и треба знайсти час. Нагадаем, детерминовое голосование по выборах у парламент будет продолжиться по 16 листопада. Евгения Савина, Игорь Марышченко, телерадио «Кампания Гомель». В ближайшую неделю, 17 листопада, свое профессионное свято означает працовники сельской господарки и перепрацовшей промысловости. В этот день добрая подстава еще раз обмерковать ситуацию в Галине и окраслить шляхи выращения иснующих проблем. Про тягу темы в материале наших корреспондентов. Об необходимости захования культуры землеробства на Гомельшиню обожний час кажут часто. В уголе, это достаточно широкая понятие. Тут и бережливые относины до земли, и добрые насения, и пильный догляд за посевами, и высокопродукционное выкористание техники, и выполнение всех агротехнических мероприемств в оптимальные термины. Все эти меры в вынику позволят забеспечить высокий ураджай. Инша справа, что выконываются потребования далеко не зауседы. Акционерное товариство «Отар» Шашерского района – минавиты тая господарка, на прикладе якой необходно вучиться. Во вселяким выпадку отхиление от технологий выращивания продукции тут не допускаются навы-территично. Мы работаем стабильно, работаем с минеральными удобрениями, с гербицидами, с протравителями, с хорошими сортами зерновых. Это посевной материал ниже элиты, мы несем. Суперэлита, элита, Р2. Для акционерного товариства «Отар» понятие культуры землеробства мае конкретное наполнение. Усяго одна личба, яка, звычайно, цікавець у сих. Середняя зарплата у господарцы складае 1100 рублев. Суседи похвалиться такими досягненнями не могут. Дарэчжи, их палетки настолько мощно адрозниваются от «Отарских», что гэта бачна навыд не специалисту. У райвыконками называют причину. Усё у относенных людей до своих обовязков. Проводим одну и ту же операцию, но иногда где-то недоконтролировали, где-то не проконтролировали. Имеем потом ту же похоту, неудовлетворительного качества, скажем так, которая потом, всё это сказывается на урожайности с хозкультур. Прежде всего, это, наверное, техника и отношения специалистов. Чему человек не может сумленно працовать на земле? Пытание зусим нерыторичное. Нехто упарто, не жадая наводзнаемиться с участными технологиями. Нехто спасылается на объективные причины. У областном комитете по сельской господарции харчаванне пероконаны. Наводзець парадок, необходно сформирование команды однодумцов. Кали керовник сельгазпредприемства, немая патрымки у коллектыве, различиваць на высокие досягненья складана. В первую очередь, ему нужно будет работать с людьми. Поэтому, первое заперво, это люди, которые у него есть, он должен с ними разобраться, со своими кадрами, понять, на что они способны. Если надо, их стараться учить. Ну и, конечно, самому. Самому иметь цель и знать, как к этой цели он будет идти. Что он должен добиться. За этот год, вот этого, следующий год, вот это. В растеневодстве, в животноводстве, просто-напросто наведение элементарного порядка. Все летотехнічный парк Гомельской в области повеличился на 1700 одинок. Плюс допомога насенним, палевым и удобрениями. Але это не значит, что необходимо сподеваться только на поддержку державы. Керовник акционерного товариства «Отар» Татьяна Струк каже, для того, как бушиться новому, треба выкористовывать любую махчимость. Отдыхала уродно. Я специально ездила на поля посмотреть. Мне очень интересно. И что-то подчеркнуть, где-то что-то взять и потом притворить жизнь – это мое. И такие лешбы. В этом году выручка предприятий Агропромислового комплекса Гомельской в области повеличилась на 2,5%. Это не дренна, но явно не отвечает реальным махчимостям региона. Культура землеробства становится для господарок одной из самых актуальных задач. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Пытание работы предприятий на внешнем рынке. Будовничество жилья для молодых семей и гандлево-забавляльного центра в Костюковце. Ру громадского транспорта. Сегодня генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк провел прием работников гомельских предприятий. Марина Джала с под обязанностями. Ирина Громова на предприятии «Гомельшкло» працует 8 годов. Разом с семьей живет в Гомеле. В Костюковку добирается на громадском транспорте. В будние дни расклад руха автобусов – зручный. В выходные, на которые так само припадают прационные змены, к апдесте от вытворчести до припинку не хапай литерально 5 минут. Праца заканчивается в 21, автобус отправляется в 20.10. Так как вы не успеваете на 20.10, то какой выход? Как добираете? Следующий автобус в 20.40. На Костюковке. Это, поверьте, после рабочей смены очень тяжело дожидаться данного автобуса. Но нам приходится дожидаться. И когда мы приезжаем в город, потому что я проживаю в микрорайоне Волотова, остальные люди в микрорайон Хутор, Шведская горка. Еще, чтобы доехать до места жительства, нам приходится делать не одну пересадку. И когда мы добираемся домой, вот это вот расстояние, что мы тут задержались 20 минут, следующий автобус в городе сместится на 20-25 минут. Получается, где-то в районе 10 часов вечера мы только добираемся домой. По выниках приема, пытание скорректировки расклада руха автобуса будет выражено становчиво. Всягона с встречой с Александром Конюком записались 7 работников Гомельшкла. Спектр тем от уластных до отых, которые потребуют выражения на законодавчем узровне. Например, у Костюковца, которая сейчас, нагадаем, является часткой Гомеля, некольких годов тому почали будовать шмат поверховку. Залили фундамент и далее работы спынились. Супрацовница предприемства запыталась, коли одно ведь будовництво. Бо это для ее молодой семьи один и мягчимый шанс отримать властное жилье. До речи, дом протягнуть будовать на початку 2020 года. Еще один зворот, связанный с будовництвом, огучил электромонтер Сергей Кононенко. Проблема в том, что у Костюковца нема ни одного гендлево-забавляльного центра, альбо просто великой крамы. Александр Конюк звернулся за удокладнениями до мэра Гомеля Петра Кирыченки. Рашение проблемы городские улады бачить у самостоянным пошуку инвестора, які затекаются узвядением тут гендлевого объекта. Поступали пытания и огульного характеру. Об проблеме наркомании сирот молодя, работе комиссии по боротьбе с коррупцией, невыконане обовязальництва сбоку недобросумленных партнеров у Гомельшкла. Приемается, вот я вижу, что есть смысл. Кроме тех вопросов специфических, ну вы слышали, уголовные дела и гражданские дела, и административные, то есть чисто мои. Часть вроде бы не моих, но авторитет прокурора позволяет более быстро их решить. Так само Александр Конюк наведал предприемство «Спартак», где ознайомился с вытворчостью и по гутеру с коллективом. Марина Джала, Игорь Марышенко, Телера, Деокомпания «Гомель». Знайдены празд 76 годов. Сегодня в Вятковском районе свой опошний притулок отримали 147 червона армейцев, загинувших подчас Великой Айчыны войны. У агрогородку «Старое село» их поховали в братской могиле, где до Гэтуль находились останки 695 оборонцев Айчыны. В жалобном митингу приняли удел представники улады, духовенство, молодь и мясовое насельництва. Дмитрий Котов протягни. Проводить героев у опошний шлях собрался шмат людей. Тут представники некольких поколений, и для кожного это важная падея, да не на поваге вызвалителям за сегодняшнее мирное небо. Дякуюши пошуковым работам установлены имены 139 солдат-шервона армейцев. Раскопки на мясовости проводились с мая по жнивень гэтага года к ля агрогородка Хальш и урочи Шапабужжа. Мерковалось, что у гэтых мястинах знаходились шпитальные могилки, где солдаты и были похованы, и стратившие свои имены на долгие 76 годов. Да помогли у пошуковой работе архивы Министерства обороны. Мы проверили все по спискам, все эти люди сошлись. То есть теперь можно уже, так сказать, передать информацию родственникам, может быть, которые могли бы сюда приехать и посетить могилу. Ну, среди них, конечно, есть люди, которых мы так и не опознали. Это восемь человек, которые были найдены в районе деревни Хальч. Боевое стихийное захоронение. Это люди были при амуниции, солдаты. Но, к сожалению, ни медальонов, ни какого другого предмета с именем не было. Сирот присутных на митингу уродженец суседней везки Шарстин Иван Лосев. Войну застав с усим маленьким хлопчиком. Зараз он жартуя, уличывающий взрослый не завсёды памятая, что было учора. А вось подея Великой Чиной, светками, яких довелось стать, заховалися на завсёды. В 43-м году, я это помню хорошенько, где-то в мае месяце немцы бомбили, начали бомбить. Самолёты летали, я видел, как прожектора ловили, эти самолёты водили. Это всё я видел. И почему я запомнил? Потому что у меня родился меньший брат в 43-м году, 6-го мая. Вот этот день помню. Мы шли за доктором, рвались, бомбы летели, всё бомбилось. Жалобный митинг собрал шмат молодей. Многие не стремливают слёз. И они добро разумеют, за что смагались их протки, и какая цена за это была выплачена. Сегодняшняя задача – заховывать память об героичном подвигу, избирающей правдивость этих трагичных сторонах истории. Это очень важное мероприятие, как в целом для района, так и для каждого жителя, я считаю, страны. Потому что это действительно сохранение и патриотизм о том, чтобы мы всё-таки помнили и отдали дань уважения нашим погибшим солдатам, нашим освободителям, тем солдатам, которые подарили нам действительно свободу, ту прекрасную страну, в которой мы живём. Дмитрий Котов, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район. Сегодня сусветный день бороться с упрость диабету. Зараз в Беларуси на его хворять около 335 тысяч человек. В свете около 425 миллионов. Диабет бывает трёх типов. Инсулина залежный, незалежный и диабет тяжарных. Первый возникает за недостатковое створение уластного инсулина. Развивается первоважно у детей и подлетков. Им необходимы штудённые уколы инсулина и особливый лад життя. Что-то в регионе региструется около 60-70 новых выпадков. Диабет другого типа выявляется у людей в возрасте 45-50 годов. Больше как 60% выпадков приходится на женщин. Это тлумачивается у темлику и больше протяглости у життя опошних. На развитие диабету этого типа шума тучим уплывает неправильный лад життя, который приводит до заявления лишней ваги. Так само сярут факторы у рызыки – спадшенная схильность. И когда диабет первого типа – это не взворотный процесс, пациенты с другим типом устанут полепшить якость своего життя, когда будут выполнять основные правила. В первую жару – это снижение ваги и физичная активность. Музыка, танцы, театр и живопись. Сегодня у Гомеля распрощался первый международный фестиваль мастерства «Угомельфест». На протягу трудён, его удельники представят свои таленты в сенах ГЦК. С журой и конкурсантами познайомилась Ганна Корольчук. Девятигодовая Арина Иголкина приехала на фестиваль разом с матью и наставницей. Девчонка из Минска выступает на инструментальном отделении, играя на фортепиано. Её можно назвать незвычайной удельницей. Угод Арина стратила зрок с запухлины головного мозга. Олень, глядя на хворобу, она научилась играть на музычном инструменте и уже выступала на великой сцене. Я за два дня выучила песню, но с уликой, и поехала в Москву, с неногой таматься выступать. Я играла, а она пела под оркестром. А потом позвонила и сказала, привезу в Минск подарок. «Угомельфест» объедна около 2000 талиновитых гостей из шести краин. Его программа включает пять номинаций – вокальную, хореографичную, инструментальную, театральную и выявленчую творчесть. На суд жюры у дельники проставят 50 танцевальных номеров, больше за 60 инструментальных композиций, свыше 30 театральных постановок, а так само 35 работ юных мостаков и 200 вокальных творов. Як означают члены жюры, мероприемство допоможе профессионалам развивать супрацовництво и обмениваться в опытом, а так само шукать новых зорок сирода Маторол. Я вообще считаю, что конкурс – это прекрасная площадка не только для того, чтобы себя показать, но и действительно пообщаться со своими сверстниками, потому что тогда ты узнаешь свой уровень, ты действительно видишь, ты растешь, и это возможность пообщаться между собой, а также это возможность коллегиально обсудить какие-то вопросы и для педагогов. То есть это такой хороший момент, когда действительно все могут объединиться и не только поконкурировать, но и именно пообщаться. Мне кажется, что это такой взгляд в будущее, и, может быть, мы сегодня уже отбираем каких-то солистов, которые будут через некоторое время играть с оркестром. Уже было несколько хороших выступлений, и ожидаем, что в течение дня еще услышим очень много интересного. Экспериментальные театры, народные, сучастные, эстрадные, академичные коллективы, хоры и кавербенды отрывать за довольнение от выступления возможно на вот самый потребовальный глядач. А завершится все великим галоконцертом 16 листопада. В 18.30 будет большущий галоконцерт. Мы уверены, что в зрительном зале будет некуда яблоко упасть, все будет забито. Будут претенденты на гран-при. Среди этих ребят будут выбраны наилучшие представители в каждой номинации, которые выступят на галоконцерте. Среди этих ребят определится абсолютный победитель Гомельфест, обладатель гран-при и ценных призов. Завтра в ГЦК протягнутся конкурсные прослуховывания вокального отделения в субботу хореографичного. В выходном мероприемстве «Вольны». Ганна Корольчук, Василий Сепцов, телерадиокомпания «Гомель». Эти инши новины вы можете знать на нашем сайте и интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Один год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Такое наказание вынесут водителю, который попытался дать взятку инспектору ГАИ. Мужчину приметили пьяным за рулем и доставили в райотдел для разбирательства. Там он попытался дать сотруднику, находившемуся при исполнении, 20 белорусских рублей. Нарушителя предупредили, что ведется видеозапись, но тот все равно попросил инспектора строго его не наказывать и не стал забирать деньги. В итоге к штрафу за нетрезвую езду добавилось еще и уголовное дело. Экспертиза обнаружила в крови мужчины 1,7 промилле алкоголя. На выездном заседании суда обвиняемый полностью признал вину. Украинка попыталась провести через границу 20 патронов. И объяснила это тем, что попросту забыла их выложить. Инцидент произошел в пункте пропуска «Новая Гута». Гражданка Украины проходила оформление на въезд в Беларусь. Во время досмотра ее БМВ в кармане задней двери пограничники обнаружили 20 патронов калибра 7,62 мм. В пункте пропуска 50-летняя жительница Киева пояснила, что увлекается охотой, а патроны просто забыла выложить из автомобиля. Они изъяты и отправлены на баллистическую экспертизу. В речице сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 37-летнюю местную жительницу, которая занималась реализацией особо опасного психотропного вещества «Альфа-ПВП». В ходе осмотра автомашины, в которой она передвигалась, была обнаружена сумка, в ней сверток с психотропом. Фигурантку уголовного отдела заключили под стражу. На попечении ее мужа осталось двое малолетних детей. В тот же день была задержана и покупательница наркотика. Примечательно, что сбыт психотропного вещества произошел внутри одного из магазинов райцентра. Это вся информация о выпуске. Оставайтесь на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Молодежная сборная Беларуси отправилась на товарищеский спарринг в Словакию. Под началом главного тренера молодежки Сергея Яромко 23 футболиста, среди которых и представители нашей области, игроки Мозорской славии, защитник Глеб Шевченко и полузащитник Артем Петренко. Затем белорусы вылетят на гостевой отборочный матч чемпионата Европы с командой Гибралтара, который состоится 19 ноября. Напомню, сейчас белорусская дружина находится на третьей строчке турнирной таблицы, уступая Нидерландам и Португалии. В шестом туре чемпионата страны по волейболу среди мужских команд в дивизионе А «Гомельская энергия» встречалась в Витебске с местным Марко ВГТУ. Гомельчане оказались сильнее 3-1. Первую партию проиграли со счетом 19-25, а вот затем выиграли трижды подряд. Самыми результативными игроками стали Алексей Ребеко и Артем Масько. Они принесли команде по 14 очков. А вот лучшим игроком матча признан Антон Сушинский. Гомельчане завоевали 4 медали на Кубке Республики Беларусь по художественной гимнастике. В групповых упражнениях «Пять лен» среди девушек 2004-2006 годов рождения представительницы нашей области завоевали бронзовую медаль. В составе команды Виктория Бугро, Анастасия Дамасканова, Екатерина Костунова, Дарья Королец и Полина Якунчикова. Они разделили третье место со спортсменками из профсоюза в столице. Кроме этого, воспитанница гомельской из «Дюшор» Владислава Дорожка завоевала 3 серебра в многоборье, а также в упражнениях 5 мячей и обручи булавы. В Речице прошел международный матч по регби-15, в котором сборная Беларуси Буслы сразилась с российским ротором из Волгограда. Со счетом 26-12 сильнее оказались белорусы. Встречались Буслы и с Санкт-Петербургским ЛТА. Матч закончился поражением белорусов в 7-12. В состав национальной команды вошли игроки гомельского регбийного клуба «Кватро» Александр Воробей, Александр Иванченко, Владислав Вербицкий, Максим Маракуца, Александр Костюхин, Владимир Кобец и Максим Пескунов. Следующий этап – чемпионат Европы по снежному регби, который пройдет 22 декабря в Москве. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok